Сейчас 23.00, мы в Боровой, около конторы сользавода, здесь безлюдно. Обычно здесь каждый год бывает очень много людей, но сейчас тишина, покой и звезды. А вот что я говорил в 2018 году, в то же время суток. Священнослужители около воды появятся в 3 часа ночи, однако уже около полуночи, около проруби не протолкнутся. Люди вовсю купаются и здесь даже развернут пункт обогрева. Пойдемте поближе посмотрим. Три года назад у проруби был и старый МЛАТ, а в 2021-м там тьма и снежное поле. Редкие машины подъезжают, а тут же уезжают. 23.20, мы около Людмилинской скважины. В машине термометр показывает, что за бортом минус 31. Пойдем посмотрим, там вроде есть люди. Оказалось, они тут просто мимо проходили не ради водных процедур. Людмилинская скважина не замерзла, вода журчит, от нее идет порог, но пока что-то купающихся мы здесь не увидели. На наших глазах никто к скважине не подошел, и мы поехали дальше. Пол 12-го мы в городище. Здесь все более людно, площадка освещена, сделан деревянный такой мостик для спуска вниз, ну и купель тоже оборудована. Стыд газель спасателей. Тут вот столик какой-то, свет горит. В общем, наверное, здесь сегодня и будет главное место для купаний. Тут же мы узнали, что Крещенскую и Ордань и все, что рядом, сделали местные жители, когда узнали, что официально ничего делать не будут. И священнослужители пригласили, хотя и светские, и церковные власти рекомендовали в этом году обойтись без массовых водных процедур и обрядов. В итоге еще и спасателям пришлось дежурить до часу ночи. Открытый водоем как-никак. Время начала первого. Термометр в машине показывает, что за бортом минус 33. Ритуал освещения воды кажется, закончен, но показ мельчаков, желающих окунуться в воду у солки, пока мы не наблюдаем. Антон Старостин, Максим Брилогин, телекомпания Соль ТВ.